Здравствуйте! Эфир телеканала Первый Ярославский продолжает информационный выпуск в студии Натальи Ситникова. Ярославские деревни войдут в федерацию самых красивых деревень Земли. Об этом говорили сегодня на открытии пятого юбилейного международного форума «Визит Раша». Только за этот год турпоток в России увеличился почти на 20%. Сейчас власти делают ставку на так называемый событийный туризм. Ярославскую область называют драйвером этой сферы. В рамках форума было подписано соглашение с одноименным национальным маркетинговым центром по туризму «Визит Раша». Мы хотим создать современные качественные продукты и в конце концов создать новые рабочие места. Потому что в сегодняшней мировой экономике туризм – это главный генератор создания рабочих мест. Каждый 11 человек, работающий в мире, работает в индустрии гостеприимства. Для России это огромная возможность. В этом году Ярославская область бьет рекорд по заболеваемости бешенством среди животных. 101 случай уже зафиксирован в этом году. Для сравнения, в прошлом всего 40. В частности, трех больных животных обнаружили буквально вчера. Две инутовидные собаки вышли к людям в Угличском районе. И одна зараженная лиса в Некрасовском. В итоге пострадали два человека. Сегодня они уже направлены на лечение. Тенденция роста количества таких случаев наблюдается и у наших соседей. В Московской области только за одну неделю сентября получено 28 положительных результатов на бешенство животных. Аварию устранили, экологию спасли. Таков финал истории вытекания сточных вод в ручей в Дзержинском районе Ярославля. В начале лета на Первый Ярославский обратились горожане, обеспокоенные тем, что вода в ручье в районе Суринского изменила цвет, а неприятный запах и вовсе мешает жить. В департаменте охраны окружающей среды тогда провели лабораторные исследования и выяснили, в ручье действительно стекает канализация. Также зафиксировали факт несанкционированной врезки в ливневой коллектор в районе улицы Громова. В отношении водоканала тогда было возбуждено дело об административном правонарушении. Технически решить проблему на протяжении всего лета не удавалось, а значит сброс в стоков в ручей и, следовательно, дальше в Пахму, Которсль и Волгу продолжался. Лишь сейчас в департаменте охраны окружающей среды сообщили, что проблема решена. Сотни верующих собрались сегодня в Ярославской соборной мечети, чтобы отметить один из главных религиозных праздников мусульман – Курбан-Байрам. Он символизирует окончание паломничества к святым местам и продлится до четырех дней. Праздничное богослужение или намаз прошли сегодня по всему миру. Традиционно на Курбан-Байрам мусульмане приглашают в гости родных и близких. Кроме того, в финал праздненства – жертвоприношение барана. Часть его мяса раздается нуждающимся. Сегодняшний день – день жертвоприношения, как и последующие два дня, то есть три дня Курбан-Байрама. Мусульмане приносят жертву жертвенных животных, раздают, готовят, помогают неимущим, но и бедным слоям населения в основном так. То есть приглашают гостей, ходят в гости, дарят друг другу подарки.